Каякалас – птица счастья, но с завтрашнего дня. Выборы выиграют центристы, только этого мало. Интрига-мотиватор для социал-демократов. Привет! Все парламентские партии провели свои мини-съезды, на которых были оглашены, не сказать, чтобы четкие партийные программы, но обещания избирателя. Это звучит примерно так. Мы вам, а вы нас. Мы вам пообещаем денег, а вы нас выберете в парламент. Вообще-то мы знаем, что политикам верить нельзя, все равно не... А будут. Но, перефразируя великого вождя всего международного пролетариата, других политиков у меня для вас нет. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. На съезде уполномоченных партии реформ птице счастья завтрашнего дня выступила Каякалас. И сдается мне, что она не выиграет эти выборы и не станет премьер-министром. Хотя есть один шанс. Это если Генос Сехельме приведет весь личный состав партии ЭКРЭ в ряды реформистов по зову Кристина Михайла. Я думаю, что выбор председателем реформистов Каякалас – это неудача для партии в среднесрочной перспективе и огромная удача для страны. Потому что для партии правильным выбором был бы Кристин Михайл, у которого из каждого рукава торчат по две русские карты. Михайл – опытный боец, который знает, что если в схватке можно победить известным приемом, то этот прием надо использовать всегда. Он, я так думаю, с удовольствием переделал бы старинную поговорку «Если в кране нет воды, значит выпили русские. Если в кране есть вода, значит русский туда». Но вот природная интеллигентность и опыт работы в Европарламенте никак не позволяют Каякалас выступать на подпевках у Михайла. И тогда надо петь свою песню. Но здесь новому председателю партии не хватает ни опыта вести партийные интриги, ни тесных связей внутри организации. И она пытается предложить какие-то реальные альтернативы карточному шулерству. А давайте отменим социальный налог в том виде, который у нас есть. И сведем все в налог подоходный. И пример не за горами. Дания, не к ночи будь помянута, в связи с деньгами. Там подоходный налог аккумулирует почти все налоги. И тут возникает много вопросов. Но главных два. Во-первых, там этот налог прогрессивный. А это, как известно, давняя мечта центристов. Реформисты же все время ратуют за единую налоговую шкалу для всех. Во-вторых, сами же реформисты обвиняют правительство в налоговой чехарде и требуют налогового перемирия. То есть не дербанить постоянно налоговую систему, поскольку это жутко неудобно предпринимателям, которые за реформистов и голосуют. Так как в рядах реформистов по-прежнему нет единства, то в этой ситуации можно предположить, что на выборах в Риге Когу победят центристы. Но и тут есть два необходимых условия, без выполнения которых победы им не видать как своих ушей. Во-первых, они должны вот примерно в такую же погоду, как сейчас, привезти в марте на избирательные участки своих сторонников. Именно на участке, потому что электронные выборы, как показало еще одно недавнее исследование американских специалистов, можно хакнуть без особого труда, то есть изменить, подделать результаты. Я уже не говорю о том, что людям помогали электронно голосовать, например, в правлении предприятия, а где-то ориентировали добрыми, настойчивыми советами на собраниях трудовых коллективов. И, во-вторых, у центристов тоже есть свой Михал. У них он называется Янус Карилайт, который тоже, как Михал, хочет сотрудничать с семейством Хельме и его партии. И если его, Карилайды, не унять, то по результатам выборов центристы, может, и будут есть ананасы, но без шампанского. На третье место по итогам парламентских выборов претендуют социал-демократы и экриисты. Это вторая интрига и ничуть не менее важная, чем первая. Если социал-демократы выйдут на третье место, то дальнейший курс страны, как минимум, внешнеполитический, а как максимум и внутриполитический, сильно не изменится. А вот придет третье к финишу партия Хельме, и это будет радость для националистов со слезами на глазах у людей нормальных. Ну, представьте, что у нас министром иностранных дел будет Март Хельме, министром культуры его сын Мартин, а министром внутренних дел Геноссе Мадиссон. Это, говоря современным языком, хейтерский хайп на несколько лет. И тут надежда на социал-демократов, которые внутри себя успокоились. Раскачивавший партийный баркас министр Индрек Сар вероятно раскурил с председателем Осиновским трубку мира, и скандала со сменой председателя в канун выборов социал-демократам удалось избежать. И рейтинг их пополз вверх. А поскольку яркий политик Осиновский своевременно оставил пост министра, то нынешний грандиозный скандал с больничной кассой средства массовой информации не связывают с социал-демократами. В итоге им не помешал бы скандальчик хороший для резкого повышения рейтинга перед выборами. Скажем, госпожа Коваленко, которая обязательно выиграет какую-нибудь престижную гонку на мотоциклах среди женщин, выступит на трассе с Валентино Росси и на финише позволит ему полюбоваться, скажем так, задним колесом ее мотоцикл. А по возвращении героини гонок прессу просочатся слухи, что ее видели с Осиновским младшим, выходящим из бара в хорошем состоянии в неположенное время. Результат будет ошеломительный.